Привет всем кто меня смотрит и особенный привет я хочу передать молодежи которые сейчас на конференции смотрит это видео и особенный привет хочу передать моему дорогому брату Михаилу я очень уважаю то что ты делаешь люблю тебя пусть бог тебе во всем помогает я знаю что тема вашей конференции это клевета сплетни и вы молодцы что так смело решили разобрать эту проблему это действительно есть такая острая проблема и в том числе в церкви конечно я хочу поделиться парой мыслей на эту тему и поскольку эта тема сама по себе перчёная такая острая я буду говорить как она есть я надеюсь что на меня никто не обидится и дорогие друзья прежде всего хочу сказать что это два явления есть клевета есть сплетни сплетни это распространение неподтвержденных слухов то есть вот есть информация она ничем не подтверждена и вот какой-то человек ее передает без особого умысла просто он ее распространяет есть клевета это целенаправленно распространение ложных порочащих сведений какого-то человека то есть вот например дьявол называется клеветником братьей то есть есть братья а есть дьявол который клевещет то есть предполагается что братья непорочные а вот к дьявол он возводит на них заведомо ложные сведения дьявол прекрасно знаешь он в рот сразу тут можно говорится дорогие друзья что не всякая информация которая говорит о человеке какие-либо негативные вещи является клеветой либо сплетнями иначе тогда где будет место такому явлению как говорить правду обличать знаете как рассуждать поэтому любая информация которая имеет какой-то резкий негативный может быть характер она не должна рассматриваться именно как сплетни такая позиция обычно удобно людям которые уже найти где-то может быть чуть-чуть подросли имеют какую-то позицию вот либо скрывают свою двойную жизнь они каждую информацию о себе будут конечно же называть клеветой и сплетнями это нормально вообще то есть для этих людей когда у тебя нет двойной жизни чего тебе бояться зачем тебе ну так агрессивно бороться с этой клеветой или сплетнями ну логично да поэтому вот номер один что я хочу сказать не всякая негативная и резкая информация является клеветой и либо сплетней возможно это правда возможно это обличение хочу еще сказать такую фразу не бывает порочащей информации на порочных людей клевета это порочная информация на непорочных людей а когда и говорится какая-то информация порочная на порочных людей то это не клевета а что это правда поэтому не всякая еще раз повторяю информация резкая или негативная является клеветой двигаемся дальше по поводу сплетен когда мы говорим что сплетни это слух ничем не подтвержденный то мы говорим что это слух еще раз обращаю ваше внимание ничем не подтвержденный не всякий слух является сплетней например 1 коринфянам 5 1 апостол павел говорит есть верный слух что у вас появилось блудодеяние и так павел начинает учить коринфян на основании слуха причем он пишет это в письме которые прочитают много людей можно сказать павел зачем ты пишешь это письмо которое прочитают потом в веках прочитают потом много людей зачем ты на эту церковь говоришь вот это ну информацию причем которая но основана на слухе он сам об этом говорит что есть верный слух но ключевое слово здесь какое не слух а верный слух то есть павел убежден что это правда и информация носит резко негативный характер блудодеяние он там говорит вообще за инцест это когда найти человек ну там спит со своей мачехой то есть вы бы хотели чтобы про вашу церковь распространяли такую информацию да еще и говорили сотни тысячи лет об этом я думаю что вы бы не хотели вы бы сказали павел что ты наделал но павел он делает это для чего для того чтобы это исправить и дальше мы читаем что ситуация была исправлена дальше тот же апостол павел говорит 1 же глава 11 он говорит об ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным а вас братья что между вами есть споры таким образом павел говорит мне кто-то извините как сейчас модно говорить христианстве настучал что вы там ругаетесь между собой и он даже говорит от кого он говорит там есть люди которые мне про вас все рассказали иными словами если посмотреть на эту ситуацию сугубо так что нельзя распространять информацию тогда надо этим домашним хлоиным сказать ай-яй-яй вот вы что-то увидели что-то узнали и сразу вот побежали и стали говорить и теперь на все века все люди будут знать через вас и этого апостола павла который тоже распространяет этот слух что у нас тут раздоры были ну я думаю что всем понятно и даже смешно такой подход вообще к этому явлению это не является распространением клеветы или сплетен потому что направлено на оздоровление церкви до момент еще один в 1 тимофею 5 19 апостол павел учит своего ученика горит обвинение на пресвитера не иначе принимай как при двух или трех свидетелей то есть он говорит что имеет место быть такое что когда даже на пресвитера даже на пастора церкви есть какое-то нарекание и он говорит это а нарекание не надо отвергать он бы мог сказать что вы просто игнорирую это все да мало ли там покрывай наготу как сейчас любят гореть он горит принимай но есть правило как это надо принимать чтобы было все ну как горят по чесноку да и далее еще привожу вам примеры по поводу негативной информации потому что есть такое учение что любая негативная информация должна игнорироваться это неправда вот этим пользуется дьявол для того чтобы делать свое черное двойное дело в церкви и поэтому павел сделал еще один ход когда петр повел себя неправильно он лицемерил написано то есть он что делал в одной ситуации вел себя так а в другой в такой же ситуации когда на него смотрели его собратья он он вел себя по-другому то есть как бы двойная игра такая шла и павел пишет и опять пишет павел про петра на все времена знаете в библии он понимает прекрасно что это прочитают тысячи людей и он говорит вы знаете павел горит вы знаете петр он повел себя неправильно он лицемерил и вместе с ним лицемерили многие даже варнава начал лицемерить и знаете ну так по этим меркам можно было спросить павел зачем ты это грязь эту выносишь наверх зачем ты вот это вот сейчас вот это все говоришь зачем ты петра он же апостол зачем ты на него сейчас что-то ну там говоришь ну люди же он для них авторитет а ты вот так ну уже там замяли тихонько все там на году покрыли все но павел он хочет видите я из этого вижу что он хочет чтобы об этом все знали для чего разрушить авторитет петра нет на самом деле павел борется за то чтобы искоренить ложь то есть на самом деле все равно должна иметь место борьба с ложью истина дороже чем репутация любого человека поверьте мне потому что человек умрет вместе со своей репутацией а истина должна и двигаться сквозь века вот в чем дело поэтому никогда не нужно ставить репутацию какого-то человека выше чем истину поэтому всегда нужно поднимать голос за истину и это не является никакой клеветой и никакими сплетнями теперь как же понять что такое сплетни а что такое правда что такое истина хочу чуть-чуть сказать за природу сплетен и клеветы во первых сплетни это очень сладкий приторный такой сладкий демонический дух в притчах значит 26 главе 22 стихе говорится о сплетнях вот так слова наушника как лакомство и они входят во внутренность чрево что происходит наушник это человек который говорит шепчет на ушко ты знаешь ты знаешь и говорится о том что вот эти сплетни они являются как бы лакомством как вкусной пищей являются и входят во внутренность чрево то есть когда мы говорим о том что человек сплетник или он сплетничает почему но так сложно иногда людям удержаться от этого потому что это вкусное занятие по посплетничать скам кости по перемывать что-то поговорить и самое главное что в этом нет никакого смысла и прогресса в этом есть просто внутреннее какое-то ложное насыщение когда я думаю над этим я сразу вспоминаю слова тоже из девятой притчи там говорится что женщина глупая безрассудная она говорит воды краденые приятны они сладкие да вот это тоже самое где-то урвал эту слушал какой-то урвал эту сплетню и не для того чтобы что-то сделать или этим произвести а просто знаете как подсластить свою внутренность вот они говорят за это поэтому вот это эти вещи они так ну привлекательны примерно такой же эффект как сладости вот кто любит сладости тот поймет они ничего не дают они не нас не насыщают организм витаминами минералами как правило это просто пустое пустая пища но она сладкая она осолодит язык она доставляет какое-то удовольствие и все причем при всем при этом чаще всего приносит вред и разрушения там зубам твоей фигуре и так далее поэтому вот сплетни они тем привлекательны они похожи на сладости что в основном дают сплетни дают ложное возвышение человеку который говорит какое что это за ложное возвышение типа я осведомлен я в курсе дела мои ребята мне сказали вы знаете я там что-то записал может даже вот такие вещи примерно они человеку показывают о нем как будто он такой прямо все он может узнать ничего от него не скрыто и сразу слушателей собирает на какую-то да там эту ложную пищу вот это первый мотив второе что дают сплетни и клевета принцип раздора 26 притча 20 стих говорит где нет дров огонь погасает и где нет наушника раздор утихает то есть сплетни они всегда создают огонь и раздор огонь это ажиотаж раздор это значит разделение и если человеку это надо то есть что ему надо ему надо раздор чтобы все разъединились и он что-то с этого будет иметь то есть сплетник часто хочет что сделать заполучить сердце человека или влияние или финансы вот даже говорится притча 1628 человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей вот приходит к тебе какой-то человек игре ты знаешь вот тот с кем ты дружишь это он такой 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 наговорил ну что он этим добивается он добивается чтобы ты оставил его и дружил с ним был под его контролем вот что вот чего добивается этот человек итак мы говорим значит это сладкий дух он дай он дает как десертные ощущения тебе да если ты это делаешь второе он дает разделение и преференции для того кто разделяет то есть какое-то влияние какой-то какую-то корысть какую-то выгоду и третье очень важное вот это часто встречается в церквях сплетник часто хочет сделать с твоими руками то на что не осмеливается сам например открытое обличение как положено по писанию он сделать не может он боится и тогда он начинает подходить к сильным людям и сообщать им какую-то информацию для чего чтобы его руками произвести какой-то раздор разделение что-то сделать это всегда носит какой-то скрытый подводный характер это никогда не может быть и ну поистине вот мы разобрали эту природу теперь вопрос что сделать или что делать если ты узнал про клевету в отношении тебя важный вопрос да кто попадал под бомбардировку клеветы ложных обвинений сплетен я думаю что это будет для вас большим ответом если вы еще не разобрались сами вот я хочу сегодня поделиться потому что у меня был большой опыт по поводу того как на меня говорили много всего плохого и вот есть три пункта в которой ты можешь один из них выбрать когда узнаешь что про тебя говорят плохо первое это самый простой способ не обращать внимание значит екклесиаст мудрый советует в седьмой главе 20 22 стих вот такие слова он говорит нет человека праведного на земле который делал бы добро и не грешил бы но имеется ввиду что мы все мы иногда что-то делаем неправильно и горит поэтому не на всякое слово которое говорят обращай внимание чтобы не услышать тебе раба твоего когда он злословит тебя и говорит ибо сердце твое знает много случаев когда и сам ты злословил других вот эти три стиха они являются общепримиряющими что это означает когда ты слышишь что в отношении тебя из какой-то злословие какая-то клевета может быть неправда всегда спроси себя первый первый тест сам ты так никогда не делал никогда вот так не говорил как на на что ты обижаешься и если ты вдруг спросив себя об этом не можешь сказать вот это что нет а библия говорит и екклесиаст говорит и много твое сердце знает таких случаев может иной раз лишний воздержись вообще от всякой реакции на вот такие вещи это самый такой безболезненный способ когда дело касается внимание только тебя потому что другое дело когда найти как есть такой принцип когда тебя ударили в одну щеку подставь вторую и когда меня спрашивают за это я говорю ну хорошо например свою щеку когда меня ударяют я еще постараюсь подставить потому что это же моя щека вторая я могу ее подставить но когда если ты ударишь мою жену по одной щеке я вторую щеку тебе не подставлю поэтому когда речь идет за то что в отношении тебя какие-то сплетни и клевета один из способов это просто не отвечать не обращать внимание говорит соломон и поэтому вот эти дрова для огня еще дополнительные сплетни дополнительные обсуждения когда ты начинаешь отвечать они могут быть подброшены самим тобой еще есть такая восточная мудрость я ее часто говорю если ты хочешь чтобы о чем-то молчали и не говорили молчи первым знаете вот как я часто наблюдаю например в отношении какого-то человека говорится ложная информация и он своем уме думает а эта информация сейчас распространяется надо ее остановить и он выходит например куда-то или каждому встречному начинает говорить ты слышал обо мне вот эту информацию что я там то-то то-то делу так вот это неправда это неправда а тут горитая и не слышал про тебя такой информации и что произошло этот человек он сам ему сообщил эту пищу для размышлений подкинул дрова и вот этот человек уже идет с кем-то делится и таким образом ты сам распространяешь эту информацию поэтому один из верных способов не отвечать не обращать внимание перетерпеть и все угаснет этот костер погаснет он не будет гореть вечно второй метод это обличить например как иисус говорит если согрешил против тебя твой брат подойди к нему лично и выговори ему хочу привести пример однажды я был немного расстроен по поводу того что в отношении меня один брат ходил и говорил в церкви то что мы не не соответствовало правду свое умозаключение просто и когда я посоветовался с пастором говорю что мне делать вот брат ходит такое говорит и он мне дал такой совет которым я часто придерживаюсь и по сей день он горит и подойди к этому брату и просто глядя ему глаза спроси это правда что ты про меня такое говорил и и если он например ну это неправда потому что бывает так что могли про него сказать что якобы он говорил а он не говорил а ты уже злишься на него таким образом ты проливаешь свет подходишь ты говорил такое он например тебе отвечает да нет я не говорил такую кто тебе такое сказал ты его брат прости а тут враги уже нашептали обнялись и разошлись и кажется все и сатана потерпел крах а бывает что такое что вот у меня был такой случай когда это брат который про меня говорил он ну по сути не выдержал этого обличения не выдержал взгляда моего и говорит говорил я говорю зачем ты такое говорил он мялся мялся там 20 секунд потом говорит слушай извини на самом деле я погорячился ему я не минул и все я забираю свои слова назад мы тоже обнялись и разошлись и больше никогда не не возвращались к этой теме то есть отличный способ иисус советует он горит и подойди спроси просто или обличи разберись по крайней мере если каждый так делал в церкви дорогие 300 раз бы человек подумал что говорится что не говорить ему если будет представь он знает что скажет и если и тут к нему завтра придут и спросят ты говорил такое и придется ну как вы говорите отвечать за базар да и поэтому обличение это хороший метод и второе иисус говорит что если он тебя не послушает игре да это там правда типа я считаю и будет это дальше распространяться он говорит ну позови тогда приду ну двух свидетелей как это в реальности происходит надо этому брату предложить сказать слушай ну я понял что ты настаиваешь на том что это правда я настаиваю что это неправда давай кто-то нас рассудит апостол павел горит неужели в церкви нету мудрых и разумных которые могли бы разобрать вашу ситуацию и зовете свидетелей даже ну каждый гнать и как решите кому вы добровольно вдвоем можете подойти и остановите это то есть по согласию это отличный способ просто зовите каких-то свидетелей разбирайтесь спокойно нормально где ты можешь изъясниться и третье он говорит если это не помогает и человек он говорит ты можешь взять и обратиться к церкви ну по сути дела говорят что можно обратиться к пастырю до обратиться к пастырю к церкви и тогда вас рассудят и 4 он горит ну если это не поможет но просто относись как грешнику а как грешнику люби его спасай его ну ты понимаешь у грешники такие существа что он может говорить все что угодно ты же почему-то не судишься со всеми подряд кто на улице может про тебя что-то сказать то есть тебя это не волнует и здесь то же самое понимаешь человек брат например там развратился решит он говорит все подряд ну все значит он просто грешник еще хочу сказать по поводу обличения апостол павел и вообще все апостолы первые настоящие апостол этого времени они пользовались этим обличением не считая что это что-то зазорное я уже приводил пример как павел обличал петра да и хочу также еще привести пример как апостол иоанн он говорил ну такую резкую информацию про одного служителя по имени диатреев он так и говорит что мы хотели к вам прийти братья в письме пишет говорит мы хотели к вам прийти но есть такой диатреев который любит у вас там первенствовать у нас не принимает говорит на на злые слова говорит то я когда приду я ему напомню все это и хочется сказать а ну ты еще с ним не встретился уже говоришь какую-то информацию ну о нем плохую в этом диатрефе то есть он будучи уверен что этот человек так поступает он говорит об этом еще до встречи с ним это первое вторых он говорит это публично говорит это зная что это потом будет еще знать тысячи сотни людей и в долгое время поэтому еще раз мы возвращаемся к началу и говорим что не всякая резкая информация является сплетней и клеветой и так первые два способа я назвал первое это не обращать внимание второе обличать и третье это самый милый моему сердцу вариант ходить в защите от клеветы и сплетен слушай меня сейчас внимательно библия говорит что ты должен быть готов дать отчет в своем уповании всякому человеку дать отчет своем уповании это означает объяснить всем свою позицию на что ты надеешься как ты себя ведешь по поводу своей совести которая что-то ну работает правильно или неправильно как это делается ты должен быть человеком который готов открыто ответить на любые открытые прямые вопросы эта позиция она тебя сделает просто несокрушимым однажды в моей жизни была такая ситуация когда негодные люди распространяли про меня много плохих сведений и первое что бог мне повелел делать он говорит проповеду слова даже если тебе там плохо больно там или ты возмущен неправдой есть написано что мы сокрыты во христе знаете что такое во христе сокрыты в слове иисус и христос это слово божье и когда ты ну прячешься или как правильно сказать скрываешься в каких-то доводах аргументах в каких-то личных там предубеждениях это ненадежно ты должен быть сокрыт в слове поэтому когда на меня вот эту волну подымали я я проповедовал слово это было слово резкое жесткое обличающее но это было слово потом когда грани этого обвинения этой клеветы перешли все границы бог мне прямо дух святой сказал отдай отчет своему повании и когда размышлял над этим мне ясно представилась одна вещь что когда тебя обвиняют первое что тебе хочется сделать это рассказать всем правду что ты не виноват что ты такой вообще на самом деле не такой как про тебя говорили но возможно тебя никто и не спрашивает и вот когда тебя никто не спрашивает ты ну хочешь чтоб тебя спрашивали на самом деле тебе нужно просто если ты знаешь что на тебя много говорят тебе нужно публично озвучить свою позицию сказать всем желающим я могу отвечать на вопросы задавайте мне их, не сплетничайте, не клевещайте, задавайте мне вопросы, кому что объяснить по поводу моей жизненной позиции, и я вам хочу сказать, дорогие друзья, это непробиваемая вообще защита, непробиваемая, когда ты готов сказать, рассказать свою позицию, тебе трудно что-то сделать, тебе трудно вообще как-то навредить, на самом деле, когда ты такой человек, чаще говори об этом, будь таким человеком, у которого позиция открыта, у которого жизнь достаточно прозрачна, человеком, у которого жизнь, пусть она не будет даже безупречной, но она должна быть открытой, то есть дать отчет в своем уповании, представить себя, как говорит апостол Павел, совести других людей, и тогда никакая клевета тебя не достанет, просто если узнаешь, что пошла какая-то мутная информация, ты просто можешь взять и объявить, сказать, я готов отвечать на вопросы, и люди сразу, сила этих сплетен и клевет, она теряется, потому что, ну вот, человек готов отвечать на вопросы, или иди ему спроси, задавай вопросы, или замолчи. Итак, подвожу итог, методы борьбы с сплетнями и клеветой, не обращать внимания, обличить, и третье, ответить на вопросы, все, ответить на вопросы, открытая позиция. Последнее, что хочу сказать, кого вообще нужно опасаться, когда речь идет о клевете и сплетнях, первое, кого нужно опасаться, это переносчиков, знаете, вот есть переносчики заболеваний, есть переносчики негативной информации, то есть цель этого человека, она тебя как отравить. Всегда нужно задать вопрос, зачем он мне это рассказывает, вот зачем, то есть мотив, зачем он это мне рассказывает, внимание, когда я его об этом не спрашивал, значит, первое, если ты спросил, он тебе отвечает, то он не переносчик, он тебе рассказывает, ты же сам захотел знать его мнение, вот он тебе рассказывает. Значит, а какой может быть мотив вообще? Например, ну в основном все говорят, так я за правду, если ты за правду, борись за правду, а не просто переноси зло, переноси информацию, выступай, обличай, даже я бы сказал, здраво критикуй, то есть это все делали апостолы, это все делали верующие, и в церкви никогда без этого не обойдется. Всегда это будет, и даже апостол Павел говорит, разногласия должны быть, то есть должно быть обсуждение, открытое обсуждение, не надо там найти, вот, переносчик это тот, кто на ухо, тайно, без явной какой-то цели, там, за правду бороться, он просто хочет, чтобы ты был отравлен, и все. Итак, вопрос, зачем он тебе это говорит, постарайся вникнуть, когда ты получаешь информацию, зачем тебе это говорит, ну, как говорят, если кто-то это делает, значит, кому-то это надо, зачем он это делает. То есть мотив, мотив передачи информации, важна не сама информация даже только, а еще и мотив ее передачи, потому что апостол Павел, он даже говорит, что даже Евангелие можно говорить из корысти, понимаете, вот почему иногда нам не верят, когда мы Евангелие проповедуем, там, на улице или друзьям, они думают, что это нам надо, для чего-то, то есть они нас подозревают в мотиве в каком-то, то есть иногда они оказываются даже смышленнее, чем люди в церкви, которые думают, что Евангелие, когда тебе говорят, предполагается, что это обязательно человек с добрым сердцем, да, там. Итак, первое, переносчиков нужно опасаться, это одна крайность, а теперь вторая крайность, кого точно еще нужно опасаться, это агрессивных борцов с клеветой. Обычно люди, которые сильно борются против клеветы, вот которые, типа, на меня клевещут, но вы имеете в виду, они все время как делают такие упредительные, предупреждающие действия, опасаясь, что их могут оклеветать. Вот обычно это люди, которые имеют обычно позицию какую-то, и они являются манипуляторами, то есть они не хотят, чтобы вы слушали в отношении них любую какую-то компрометирующую информацию. Но человек, который, знаете, дорогие друзья, который ни в чем не виноват, ему все равно, что вы будете слушать. Конечно же, есть здравые вещи, но когда вы видите какую-то активную, интенсивную, прям такую вот, знаете, заинтересованность какого-то человека, чтобы, примерно это выглядит так, он тебе говорит, слушай, за меня могут всякое говорить, но ты не слушай. Вот давай с тобой договоримся, что ты будешь отметать всякую информацию, вот давай договоримся. Он прямо хочет, чтобы ты решил заранее, что если ты что-то услышишь, не слушал, возникает вопрос, что он так переживает? Чего так переживает человек, да? Итак, активные борцы с клеветой, обычно это очень подозрительные люди. Они могут даже вводить такие спецпрограммы, запреты, знаете, с кем-то общаться, вот мотивируя это тем, что это ради безопасности. Как правило, такие люди, если это касается в церкви, они поощряют стукачество. Вы знаете, извините, что я так, может быть, резко говорю, но хочу вам сказать одну вещь. Ложные борцы с клеветой, они, как правило, пользуются клеветой. Они говорят, вот того человека не слушай, он такой, 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 и он может про меня вот такое, такое, такое говорить. А ты такой раз и думаешь, а точно тот человек такой? Может быть, он просто носитель информации какой-то, и тебя травят, чтобы ты его не слушал. Может быть такое, может быть такое. Поэтому, когда ты видишь, что человек очень интенсивно борется с клеветой в отношении себя, скорее всего, этот человек сам клеветник. И сам человек, ну, нечистого духа, он специально блокирует информацию правдивую в отношении себя, называя клеветниками, распространителями и сплетниками всех других людей, кто что-то может на него сказать. Вот это, они обычно очень болезненно реагируют вообще, когда люди про них что-то говорят, они такие аж переживают. Поэтому вот клевета носит и такую крайность. И в заключении, ты, может быть, сидишь сейчас и думаешь, Боже, ну как же в этом всем разобраться? Где правда, где неправда, где сплетни, где ложь, да? Где действительно какая-то информация полезная. Вот тест, самый главный, заключительный, это слова Иисуса Христа. Иоанна 7,17. Знаете, Иисус, Он говорил много обличительных слов по поводу фарисеев. Даже кое-что говорил за их тайные дела. Он им говорит, вы внутри как гробы окрашены, вы делаете, поедаете дома вдов. Представьте, стояли люди, они и не знали, что, оказывается, фарисеи поедают дома вдов. А Он говорит, вы это делаете. И тоже можно было Иисуса обвинить и сказать, ай-яй-яй, покрой наготу, ну знаешь, у каждого слабости. Ну, съел он там домик второй, ничего страшного. Знаешь, они трудятся, они великие люди, им тоже надо на что-то жить. А в церкви не хватает, и вот, да они заслужили. Нет, Иисус говорил эти вещи. Он говорит, вы это делаете. И когда вставал вопрос, например, встает вопрос, а правду ли ты говоришь? И вот Иисус дал тест. Он говорит, Иоанна 7,17. Кто хочет творить волю Божью, волю Его, тот узнает о всем учении от Бога. Ли оно, или я сам от себя говорю. То есть главный критерий определения правды, это что ты делаешь для Бога. Творишь ли ты правду? Исполняешь ли его волю? То есть, когда ты что-то кому-то говоришь, знаешь, задается вопрос, тебе Бог это сказал, ну, сообщить. Тебе Бог сказал за правду бороться. И самое главное слово здесь, кто хочет творить волю Его. Не просто сказать Его волю, а творить. Я тебе просто задам вопрос. Хорошо, вот ты говоришь, я хочу правду сказать. Сказал правду, добился своей правды. Например, разоблачил человека, что-то сделал там. И у меня вопрос, что ты этим хотел сделать? И когда ты этого добьешься, что ты будешь делать дальше? Поэтому главный тест для тебя, когда ты хочешь что-то за правду сказать. Готов ли ты делать правду, а не только говорить правду? Вот, дорогие друзья, все, что я хотел сказать на эту тему. Я думаю, что пища большая для размышлений. И хочу тебе сказать, ничего не бойся. Не надо бояться что-то сказать. Ну, и не надо говорить лишнего. Всегда ищи водительство Святого Духа. Всегда проверяй, что ты творишь правду. Что ты делаешь правду. Хочешь угождать Богу. И тогда ты будешь защищен. Веди открытую жизнь. Веди жизнь, когда тебе любой человек может спросить, что ты делаешь, на чем ты стоишь, во что ты веришь. Что ты взял и сказал. И тогда ты будешь просто в безопасности. Пусть Бог тебя благословит. И Он уже тебя благословил, уже тебе все дал. Субтитры сделал DimaTorzok